Бэрри Лонг был австралийским духовным учителем. Он скончался около 10 лет назад. Он жил в Лондоне, в то же самое время, когда я жил в Лондоне. В то время я все еще пытался найти ответы на мое внутреннее преобразование. Я посетил буддистский монастырь в то время и получил некоторые ответы там. И затем я открыл для себя Бэрри Лонга, я говорил с ним несколько раз и посещал его семинары в Хайгейте в Лондоне. Простота его учения в том, чтобы выйти из разума, остановить думание, что я только что услышал тогда, перед тем, как встретился с Бэрри Лонгом, я говорил с зен-монгом, который сказал, что суть зен в действительности заключается в том, чтобы не думать, что это и есть зен. И я подумал, о, не думать. И в тот момент я понял, так вот, что со мной случилось, когда я прошел через это преобразование сознания. После этого я действительно особо больше не думал. Моя мысленная деятельность уменьшилась, не знаю, насколько, 70% или сколько там. И немного позже я говорил с Бэрри Лонгом, который сказал абсолютно то же самое. Позже, кстати, он сделал запись, как перестать думать. Но мне больше не нужно было слушать эту запись, поскольку я уже перестал. И я начал осознавать важность доступа к этому измерению, и затем возможность объяснить другим, как это работает. Было прекрасное ощущение общаться с ним, как с человеческим существом, потому что он был настолько соединен с внутренним измерением присутствия. И он был... он работал газетчиком на протяжении многих лет в Австралии, а затем испытал духовное пробуждение и стал духовным учителем. Да, я любил его, и у нас были прекрасные беседы. Можно увидеть, когда смотришь на него, что у вас с ним есть некоторое сходство бытия в ваших глазах. О, да? Я часто замечал это, радость, исходящая из вас обоих, прекрасно. Да, да, спасибо большое. Спасибо. Я буду говорить о самолюбии и преданности. И я буду говорить о самолюбии и преданности, потому что самолюбие – это человеческая обусловленность. И вы ничего не можете сделать, чтобы избежать человеческую обусловленность. До тех пор, пока милостью благодати, вы не подниметесь над человеческой обусловленностью в другое пространство более высокой мудрости, которая просто более быстрая мудрость. И каждый из вас более мудр сейчас, чем был, скажем, 10 лет назад. И я не говорю, что никто из вас не мудр, поскольку в какой-то степени у вас должна быть мудрость, о которой я говорю, чтобы быть здесь. В определенном случае вы ушли. И в другом случае, если бы все были так мудры, как вы, тогда мы бы не были способны накормить каждого в целом в университете, не так ли? Но жизнь не такая. Согласно нашей мудрости, мы привлекаем друзей и учителей. И как только наша мудрость наберет достаточную скорость, мы оставляем этого конкретного учителя и переходим к учителю, который более мудр или демонстрирует более великую мудрость нашей недавно ускоренной мудростью. И так жизнь должна в своей прогрессии мы должны быть все более и более мудрыми. В этом смысл жизни я не знаю, как вы определяли смысл жизни, но ее смысл именно в этом становиться все более и более мудрыми. И так, согласно мудрости, которой вы являетесь, вы выбираете себе партнера, выбираете работу и вы выбираете учителя. Вы, возможно, думаете, что это вы выбираете, но это ваша мудрость мотивирует вас в направлении к похожей мудрости или к тому партнерству, скажем, или работе, или чему бы то ни было, что гарантирует увеличение вашей мудрости, если только вы достаточно мудры, чтобы отдать себя этому. Но так часто из-за человеческой обусловленности, в которую мы вовлечены, мы пытаемся бороться с этим. И когда вы боретесь с чем-либо, вы занимаете какую-то позицию и вы вынуждены применять силу. И как только вы заняли позицию, другая сторона или объект также занимает свою позицию и применяет силу. и вы испытываете человеческую обусловленность, то есть расстройство, разочарование и несчастье. Теперь самолюбие. Самолюбие демонстрируется в вашем собственном опыте, потому что я хотел бы продемонстрировать все на вашем опыте, поэтому вам необходима определенная мудрость, чтобы быть здесь, чтобы я мог продемонстрировать это в вашем опыте. Самолюбие в вашем опыте это когда вы эмоциональны. И весь мир впадает в эмоции, потому что это часть человеческой обусловленности, через которую должно пройти человечество. и эмоция — это как туннель, через который проходит человечество на протяжении многих, многих, возможно, тысяч лет. и у нас есть возможность пройти через этот туннель и выйти на другую сторону эмоционального туннеля. Это все еще большая редкость выйти из эмоционального туннеля в пространство комфорта и супермудрости. Используем слово «супер», чтобы обозначить высшую мудрость. «Супер-мудрость», потому что когда вы проходите сквозь эмоциональный туннель, люди шли по нему на протяжении тысяч лет, тогда вы то, что мы можем назвать супер-мудростью в сравнении с обычными человеческими знаниями. И это возможно сейчас, потому что я один, я не знаю, сколько других учителей учат этому, но я только знаю это учение, эту правду, и я посвящен тому, чтобы освободить людей от их привязанности к эмоциям. Потому что эмоции — это ваша самость. И чем эмоциональнее вы становитесь и позволяете этому случиться, это форма сомолюбия. Раз вы любите свои эмоции, если бы вы не любили их, у вас бы их не было. У вас нет ничего такого, что вы не любите. Не так ли? Конечно, нет. Вы можете использовать слово «нравится». У вас нет ничего такого, что вам не нравится, если вы можете этого избежать. Так что вы любите свои эмоции. Вы любите свою самость, себя, когда становитесь эмоциональными. Просто для того, чтобы продемонстрировать, что такое эмоция, в вашем собственном опыте, злость, страх, страх, сомнения в себе, расстройство, обвинения других, ревность, обиды на что-либо или кого-либо. Вам становится ясна картина того, что такое человечество. Это эмоции. Не так ли? Потому что это очень мудрое заявление, которое я только что сделал. И я надеюсь, вы получили его. Это не обвинение в ваш адрес. Это просто то, что есть. И цель духовного учителя, мастера того, кто осознал истину жизни, любви, правды, смерти и Бога, то есть истину всего. Стать более мудрым и пройти через туннель эмоций. И это требует великой мудрости, чтобы сделать это. Все в порядке по этому поводу? Вы меня услышали? Понимаете, ваша личная точка зрения не имеет ни малейшего значения. Кстати, ваша личная точка зрения — это эмоции. Не так ли? И как раз от этого мы стараемся избавиться от вашей личной точки зрения. Так, чтобы вы могли видеть только факты. Когда вы видите только факты, вы не становитесь эмоциональными. Пожалуйста, вы меня слышите? Когда вы видите факты, то есть реальные обстоятельства, как они есть, это не вызывает вас эмоции. Этот стол не вызывает в вас эмоции, если только вы не скажете «Я хочу себе этот стол». Это хотение — проявление эмоций пойти за столом и во что бы то ни стало заполучить его. И из-за этого вы предпринимаете действия, исходящие из эмоционального выбора, желания этого стола. Вы идете и предлагаете свою цену, что угодно, чтобы заполучить его. Так проявляется желание. Это не факт. Стол не продается. Но вы меня поняли, когда вы что-то хотите, вы проявляете эмоции. Вот одно самолюбие. Хотеть чего-либо. Это эмоция. Так что ваше желание — это нечто очень личное. Или вы хотите быть с этой женщиной или с этим мужчиной, а человек, сидящий с вами рядом не хочет быть с этой женщиной или с этим мужчиной. Так что ваше желание — личное, и это эмоция. И вы можете думать, что вы не эмоциональны, но я говорю вам, что хотеть чего-либо — это эмоция. Но вы можете делать что угодно без желания этого Это удивительный факт, который не оценила человеческая раса Вы можете слышать это из некоторых вопросов, которые нам задают в этой области Как я могу действовать, если не хочу этого? Как я могу действовать, если для меня в этом нет цели? Как я могу действовать, если не вижу для себя в этом смысла? Как? Вы просто делаете это, берете и делаете И делаете наилучшим образом Вам не нужно хотеть выиграть золотую медаль Если вы спортсмен, вы просто занимаетесь, делаете что нужно для тренировок Если вы заинтересованы в чем-то, конечно, вы тренируетесь в этом Вы заинтересованы, потому что это доставляет вам радость Затем, когда у вас все получилось Вы делаете то, что любите делать, что и было вашей тренировкой Вы должны быть любите это Если вы это не любите, то это вызывает у вас эмоции А если вы это любите, то вы делаете это на лучшем образом И если так получится, что вы выиграете золотую медаль Вы скажете, о, как хорошо Это хорошо, спасибо большое, да Но вы не хотели этого Вы знали, что это знак некого признания Мабыга, таланта, которым вы одарены великим Богом Да, это хорошо, спасибо Это хорошо Таким образом, вы не участвуете в соревнованиях Когда вы соревнуетесь, вы занимаете позицию Тем самым, отделяя себя от других Чтобы соревноваться В чем бы то ни было На экзамене, когда вы соревнуетесь на экзамене Вы отделяете себя тем или иным образом И это способствует самолюбию Но вы можете стараться Насколько это возможно И посмотреть в конце, какие будут результаты Понимаете, нет никакой необходимости в стрессе и напряжении Через которые мы все эмоционально проходим В стресс и напряжении, чтобы победить, выиграть Боже мой Вы только посмотрите, сколько у вас всего есть Посмотрите, сколько вы получили Посмотрите, сколько вам было дано Вы хорошо себя чувствуете Вы вполне здоровы У вас достаточно денег Чтобы продержаться, возможно, месяц Или даже, может быть, шесть месяцев И у вас где-то есть квартира или дом Съемное жилье или собственность Представляете? Сколько у вас всего У вас, возможно, даже есть машина И, наверное, работа Если у вас нет работы, это потому что вы не хотите иметь работу Это нормально Но посмотрите, сколько всего у вас есть В этом начало Расставания с самолюбием Увидеть, сколько мне всего было дано Сколько я всего получил просто Потому что живу Потому что живу И за это не нужно было соревноваться Это просто случилось И сколько я знаю, все мы делатели Мы все делаем Например, Барри Лонг, делатель Он говорит Он делатель Того, что приходит само собой Но да, он делатель Вы делатели Вы делатель своей работы Но то, что дано, приходит само собой А вы делаете Мы творим такой бардак из этого делания Мы расстраиваемся Мы несчастны Что мы делатели Но ничего не поделаешь Мы должны быть делателями Вы можете оставить свою работу Это ничего Затем вы идете домой И начинаете беспокоиться о деньгах Это действие А затем вы можете пойти И искать другую работу И это действие Или вы можете просто слоняться И это действие И слоняться Это такая скука Что это тоже становится деланием Скука Это действие Понимаете? Вы делатель И я делатель Это так Но создавать из этого проблему Это вызывает Делателя эмоции Но ведь мы здесь всего лишь делатели И если вы посмотрите на это поближе То не вы Одушевляете ваше тело Позволяете ему ходить Растите волосы у вас на голове Обновляете и исцеляете кожу Вы не имеете к этому ни малейшего отношения Что-то другое делает это И это что-то не соревнуется Кстати, ваши эмоции зачастую соревнуются с этим процессом исцеления И этот процесс исцеления, конечно, это жизнь Которая одушевляет ваше тело Я могу сказать вам Что это жизнь Ответственна За все, что у вас есть За все, что вы получили Вы просто выражение Жизни Когда же вы впадаете в эмоции И расстраиваете себя И мир Вы становитесь выражением Человеческой обусловленности И вы увидите, что большинство людей Которых вы знаете, включая вас самих Это выражение человеческой обусловленности В большей или меньшей степени И так, если вы любите свои эмоции Вы любите себя И вы не хотите отказываться от них От чего я прошу вас отказаться? Я прошу вас не злиться Никогда Не просто в следующий раз Никогда И не обижаться Никогда И не усомниться в себе Никогда Но, конечно, вы не можете этого сделать Невозможно выпрыгнуть Из человеческой обусловленности Вы можете просто постепенно ее сбрасывать И самый лучший способ Сбросить ее В первое мгновение Это понять ее Поскольку каждый раз Когда вы снились Это значит Что вы хотите чего-то Чего не можете получить Вы хотите чего-то Что есть у других И вы не можете это получить Или вы хотите невозможного И когда вы снились по этому поводу Посмотрите, что вы можете сделать Смотрите, а не думайте Ведь если вы будете думать об этом Вы обослитесь еще больше А потом, когда вы думаете о том Что сделали вам другие люди О, Боже Когда вы лежите в постели Или сидите с подобными мыслями Кто-то напомнил вам О прошлом Или о чем И вы думаете О том, кто и что вам сделал Так вы никогда не сможете Простить Все это мусор Вы влюблены в себя Как вы смеете прощать или не прощать кого-либо? Так как вы смеете? Почему вы вообще считаете Что можете кого-то простить? Потому что вы обижены Потому что вы вините их в том, что случилось с вами Но то, что с вами случилось Было вашим действием Вашим эмоциональным действием Вы делали все, что случилось с вами Независимо от того, кто и что вам внешне сделал Вы делали это Потому что ваши эмоции Привлекают Тот же вид эмоций в другой форме И все, с чем вы боретесь Это с собой Ну, конечно Подобные вещи к нам Не имеют отношения Не так ли? Мы же самые умные Компьютер не может этого объяснить Так что Это самолюбие И другая его часть Это думание И я сказал вам, что буду говорить безапелляционно Я всего лишь показываю вам познание Себя, которое ведет к свободе Другая вещь, которую мы так любим Это память Мы действительно привязаны к памяти В человеческой обусловленности Привязаны Значит, эмоционально Почти Насильственны К реальности памяти Почти что насильственны к этому Но когда мы не насильственны К привязанности к памяти Мы просто Позволяем памяти быть Потому что Это наша самость Понимаете? Память И вот мы думаем Бесцельно Мы ждем автобуса на остановке В этом прекрасном трансе Сопутствующего думания Бесцельного думания Одна мысль лечет другую Без всякой силы Без достаточного познания себя Чтобы остановить это И увидеть Чувственными восприятиями Что немедленно остановит думание Люди пишут мне и спрашивают Как мне перестать думать? Я уже написал кассету об этом Рассказал с каждой точки зрения Какой только мог Вы остановите свое думание Вернувшись к чувственным восприятиям Потому что Когда вы в чувственных восприятиях Вы не способны думать Я Ну что, вы не понимаете? Я не говорил, что это будет легко Я сказал, что это просто Не так ли? Когда вы в чувственных восприятиях Вы не способны думать Поэтому если вы просто видите или просто слышите, что есть, и видите, что есть, и ощущаете на запах и вкус то, что есть, если вообще что-нибудь есть, тогда вы в своих чувственных восприятиях. Но если вы думаете, вы занимаетесь самолюбием, потому что каждая мысль, каждая, это продолжение в любом смысле себя. И вот у нас есть самолюбие. Все думают, и все эмоциональны. И если они не эмоциональны, значит, они подавляют свои эмоции. И как только вы подавили эмоции, вы теряете ощущение чувства любви. Если вы любите женщину и подавили это в себе, у вас больше нет того же ощущения удовольствия. Потому что это давление в вас. И нельзя думать, что вы всего лишь подавили в себе эмоции и память, потому что как только вы сделаете это, вы подавите и все остальное. Вы подавили вместе с плохим и все хорошее, но только вы об этом не знаете, поскольку находитесь в невежестве человеческой обусловленности. И как только вы подавите что-либо плохое в себе, вместе с этим вы также подавите все хорошее и приятное в себе. И вот женщина, проходя через постоянное подавление, смиряясь с несчастьем, теряет чувства, ощущения удовольствия в репродуктивных органах. А мужчина теряет ощущение настоящего удовольствия и становится всего лишь секс-машиной. А секс-машина обладает только лишь самолюбием, а не истинным удовольствием. Я надеюсь, вы усвоили это. Теперь, преданность. Преданность это способ быть свободным от человеческой обусловленности. Это уверенный и честный способ. Уверенность в большем освобождении от человеческой обусловленности. Преданность. Если мы говорим о религиозной преданности, значит, мы в человеческой обусловленности. Преданность к Иисусу, преданность Богу, преданность, подразумевающая все эти церемонии, преданность, преданность. Я предан Кришне. Я предан Иисусу. Предан еще чему-то. Это значит, что вы в человеческой обусловленности. Это не преданность. Преданность это любовь плюс действие. Так? Преданность это любовь плюс действие. Но действие предполагает личную активность, не так ли? Личное действие. Вы совершаете действие, я совершаю действие лично. Вы делаете, я делаю действие. Действие немного личное. Это значит, мы можем сказать, что любовь, что преданность это любовь плюс активность. Конечно, термин активность формируется из действия. И она гораздо лучше действия. Активность. Потому что нельзя избежать активности в этом существовании. так что в сформированном термине гораздо меньше самости, чем в действии. Потому что мы привыкли совершать действия по поводу всего. Всего. Но активность, активность происходит прямо сейчас. формируется активность. Сердце стучит. Тело дышит. Часы тикают. Все чувственно стареют. Это активность. Очень много активности происходит. Это любовь, преданность это любовь плюс активность. Теперь интерпретируем эту активность на вашем опыте. Чтобы вы могли понять, что такое преданность. Я дам вам выполнить кое-что, что мы все любим делать, потому что в этом идее о йоге. Знаете, вы думаете, что делаете что-то духовное и все это. Хотя бы вам есть чем заняться. Вы думаете, что делаете что-то. Но я дам вам сделать кое-что настоящее, что уведет вас отделение к более великой мудрости и все дальше и дальше от человеческой условленности. Прежде всего, чтобы быть здесь, чтобы просто быть передо мной сейчас, в огромном большинстве случаев здесь вы должны обладать любовью к чему-то более великому, чем самость. любовь к чему-то более великому, чем самость привела вас сюда. То, что вы пришли сюда, произошло из-за любви к чему-то более великому, чем самость. и вот я хотел бы, чтобы вы увидели, так ли это. Поскольку это не значит, что все пришли сюда, в некоторых случаях, как вы знаете, мужчина приходит сюда, чтобы быть со мной, потому что его жена или партнер хотел прийти. и иногда жена или партнер пришли, потому что мужчина, которого она любит, хотел прийти. А иногда люди просто приходят и говорят, ну, я не знаю, зачем я пришел, или у меня не было другого выбора, но я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это повнимательнее и взяли на себя ответственность за то, что пришли. Я хочу, чтобы вы вышли за пределы этого, у меня не было выбора, или я не знаю, что привело меня сюда, но я здесь. Я хочу, чтобы вы видели действительно, что внутри вас есть любовь к чему-то более великому, чем самость, более великому, чем мыслитель, более великому, чем мечтатель, более великому, чем эмоции в вас. Когда вы видите на вашем опыте сейчас, это же ясно, ясно, что есть пространство между вами и мной. Это не из-за того, что у вас не было выбора, а потому что вы любите что-то более великое, чем вы. Это правда или нет? Нам нужно прояснить здесь, или это белое, или черное. Вся человеческая раса любит серое. Но в моем учении нет серого, и во мне нет серого. Это или правда, или это ложь. Посередине не бывает. Итак, правда ли то, что вы пришли, потому что у вас не было выбора, или просто пришли, или потому что где-то внутри этого тела есть любовь к чему-то большему, чем самость. И ответ — да. Вам нужна мудрость, чтобы увидеть это. Несмотря на то, что я говорю вам это, что это есть, этого недостаточно. Вы должны видеть это. Это вы и тот, кто должен это увидеть. У вас есть любовь к чему-то большему, чем вы. Неважно, насколько это слабое ощущение, первый шаг — увидеть это. Некоторые из вас обладают любовью к чему-то большему, чем самость, более великой любовью к этому. Некоторые из вас обладают глубокой, глубокой, глубокой любовью к этому. У вас всех есть эта любовь, но это вопрос того, что мир называется сознанием. Видите вы это или нет? Но я называю это мудростью. Обладаете ли вы мудростью, быстротой мудрости, отделить это от своих эмоциональных желаний и увидеть, что я люблю что-то большее, чем самого себя, большее, чем что-либо, чему самость может дать наименование. Так ли это? Да. Это то, что он не имеет названия, поэтому и говорит тут ни о чем. В голове возникает слово «Бог», истинный Бог. не Бог Иисус, не Бог Аллах, но истинный Бог внутри вас, который не имеет названия, потому что вы любите что-то, что величественнее, чем вы. Теперь, если вы начнете думать, вы потеряете это. тем не менее, это все еще привело вас сюда. Скажем, у вас есть любовь в вашем теле к чему-то, что нельзя выразить словами, обладающие невероятной силой за кулисами самости, что в действительности привело вас сюда и позволило вам найти для этого деньги, сделать все необходимые приготовления, потому что вы делаете, или вам позволили сделать все это. Но что позволило вам это сделать? Поскольку вы ничего не получаете здесь. все, что вы получите здесь, это истину, а истину невозможно запомнить. Тогда, что вы здесь делаете, если хотите получить что-то, вы вообще ничего не получите. Вы только откроете для себя, что любите что-то более великое, чем ваша самость. Я предполагаю сейчас, что вы обладаете знанием этого в настоящий момент. Знание, что вы любовь. Эмоции — это чувство. Так вот, это не чувство. Это знание. Знание чего? Я не знаю. Я не знаю. Правильно. Я просто люблю это. Это часть любви, которая у вас. Никакого отрицания. Вы не можете ее отрицать, если только вы действительно не хотите быть невежественными по отношению к своей собственной любви. Но вы не сможете быть невежественными, потому что она привела вас сюда. Это часть любви. А как насчет части активности, Берри? Ведь преданность — это любовь плюс активность. и если вы не преданны, если вы не истинно преданны, вы просто любите, но любить недостаточно. Вы должны быть преданны. Тогда... продолжим об активности. Активности. теперь... поскольку внутри вас есть любовь, если вы расслабитесь, насколько это возможно, и вы не знаете, что это, что вы любите, вы просто знаете, что любовь есть, почему бы вам внутри себя не быть искренними с тем, что есть внутри вас, и не говоря ни слова, ничего не говоря, просто скажите, «Я люблю тебя». Снова и снова. У вас нет никакого предмета любви, потому что мы уже убедились, что вы любите что-то, что за пределами слов, но вы не производите достаточно активности, чтобы быть преданными, в истинном смысле преданности. Вы не говорите достаточно внутри, без слов, без движения голосовых связок. Я люблю тебя. Спасибо. Я люблю тебя. Спасибо. Теперь, в первое мгновение, хотя вы не пользуетесь словами, какое-то время вам захочется воспользоваться голосовыми связками, как бы прошептать слова, не шевеляя языком. Я понимаю это. Это нормально. Потому что это первое, что происходит, когда вы не открываете рот и не двигаете языком, чтобы говорить. Голосовые связки двигаются автоматически, чтобы сказать, «Я люблю тебя». Но по мере практики, прохаживаясь туда-сюда, за завтраком, ночью в постели, при каждой возможности, «Я люблю тебя». Я люблю тебя без слов, не говоря этого, вы не произносите это. И если голосовые связки говорят это без слов, говорят слова лишь с движением, это нормально для начала. Потому что в конце концов вы сможете просто производить активность этого. Я люблю тебя. Спасибо. Я люблю тебя. Спасибо. У вас нет никакого предмета любви, никаких мыслей, потому что если есть предмет или мысль, то вы любите самость. И если есть какая-либо эмоция, прикрепленная к этому, вы превращаете его в эмоции и любите себя, самость. Но это не самость, это необъяснимая мистерия вашей любви. Иногда, вначале у вас может быть при говорении «Я люблю тебя» в горле, у вас могут быть ощущения, что это отдаётся в каких-то частях тела внутри людей, это как будто говорится. Но это только в начале. В конце концов, вся целостность того, что внешне является телом, говорит это без слов или каких-либо спазмов в горе. Это просто «Я люблю тебя». Спасибо. «Я просто люблю тебя». «Я не знаю, кто ты. Я не знаю, что ты. Мне это не важно. Я просто люблю тебя». Теперь у вас есть любовь и активность, что и есть преданность, начало истинной преданности. вы не стоите перед каким-то крестом, каким-то безбожным крестом, на котором повешен человек в агонии и говорите, что любите его. Нет. Вы делаете это внутри своего собственного креста. Ваш крест — это ваши разумные эмоции и все ваши ложные понятия. Вы делаете это в единственном месте чистоты, где вы любите это. что, как бы там ни было, привело вас сюда. «Я люблю тебя». «Я не знаю, что ты, и это не важно». Это целый импульс изнутри всего тела. Мне приходится пользоваться словами, чтобы дать вам идею этого. Но слова — это не то. Это активность внутри, радости, признание. Радость — значение напрямую, чистейшее признание любви к чему-то, что вы не можете или не желаете объяснять. тогда вы преданны и посвящены только тогда. И нет никакого священника между вами и вашей любовью, потому что то, что вы любите, это безымянная мистерия, зовущаяся Богом. И затем вы обнаружите, как ваше тело говорит об этой преданности, которая за пределами разума и эмоций. Оно может говорить «Любовь, любовь, любовь». Или оно может говорить «Чудо, чудо, красота, красота». И все это слова преданности, истинной преданности к тому, что нельзя описать. И это есть только в вашем опыте, не в опыте, сидящем рядом с вами. Вы единственные. Потому что никто не может описать это для вас. Это ваше, и только ваше. И такая преданность сделает вас более мудрыми, очистит вас так, что когда вы будете делать что-то или говорить о чем-то, вы скорее будете ассистентом вашему приятелю в том, что вы делаете, не стараясь. Потому что эта преданность избавляется от личности. Потому что вы любите что-то. Личность любит только себя и покидает жизнь в то время, как это любовь к чему-то более великому, чем личность. не уставайте от этого, и не думайте, что вы просто играете, роль. Вы вынуждены играть эту роль сначала, потому что вы играли всю свою эмоциональную жизнь. А теперь надо обернуть вспять эту вашу привязанность к себе, к вашим мыслям и эмоциям. Поэтому играйте эту роль, если вы вынуждены, потому что вы соединяетесь с чем-то настоящим. И если вы будете играть эту роль достаточно часто, придет день, когда вы скажете, «О Боже, я больше не играю». Вот оно. Я истинно люблю. Это безымянное. Продолжение следует... Если вы начнете думать, «Откройте глаза и посмотрите на говорящего, и затем начните сначала». Но вам следует вернуться в чувственное восприятие, чтобы быть способными начать. потому что ваши чувственные восприятия это не самость. и все еще быть признательными и благодарными за то, что не имеет названия энергетически, означает активность внутри вас. Откройте глаза и с открытыми глазами очень легко это сделать. Чувственные восприятия не мешают. Это разум реагирует на то, что слышит или видит органы чувств, а потом все это интерпретирует. Это дает разум занятие, и тогда вы не можете быть признательны и благодарны по-настоящему из-за этого пространства внутри, из которого я говорю. И вы легки, потому что, когда вы любите что-то, когда вы истинно преданы, вам легко, что как не любовь может сделать все проще. И определенно ничто иное, кроме преданности, не может привести постоянное состояние любящей активности, которая внутри. и затем, чем больше вы можете стать мудрыми таким образом, тем больше вы можете быть любящими в мире. Но если вы попытаетесь быть любящими в мире, активно не любя в первую очередь безымянное, это долго не продлится. поскольку это исходит не из того источника. Ведь это любовь источника вашего источника, моего источника, источника целого всей земли и мира. Это любовь всего. Но если вы заняты в мире, а значит заняты разумом и эмоциями, вы будете забывать делать это. И когда случится трагедия, первое, что вы скажете, «Боже, помоги мне». Но если вы всегда признаете Бога как постоянное состояние внутренней активности, Бог будет помогать вам каждый момент в вашей жизни, и вы будете знать об этом. Только когда мы прерываемся в этой любви, это заставляет нас просить Бога о помощи. просто любите это безымянное, потому что я посвящен передать вам, помните, что наши разные степени мудрости присутствуют здесь и в каждой аудитории или группе. «Но вы, поскольку вы здесь, обладаете степенью мудрости, которая делает возможным для вас действительно любить. Делать это не как волевое действие, но как легкое, естественное выражение вашей великой, прекрасной любви к безымянному. Это любовь. Это состояние, это способность или умение по-настоящему делать это возникает из вашей ежедневной благодарности за то, что у вас есть, за то, что вы получили, за то, что вам было дано и за то, что вы есть. Благодарность за это приходит до того, как вы можете сделать это, действительно сделать это. Другими словами, то, что я говорил, это был быстрый способ просветления для вас, чтобы признать добродетель. Не просто добродетель в цветах вокруг вас в природе, но добродетель вашей жизни, поскольку моя самость всегда хочет признать проблемы в моей жизни. в то время, как проблемы нереальные. Они есть только сейчас. Но добродетель реально навсегда. это преданное чудо любви к тому, что не имеет названия. Но это создает неразумность, поскольку мы так эмоциональны в человеческой обусловленности, мы настолько мыслящие люди, что нам необходим объект любви. Мы не можем обладать мудростью направления, чтобы быть способными любить напрямую источник любви. Поэтому религии прибегают к образам. Образы становятся священниками между вами и безымянным. И вам необходимы образы, которые разум всегда будет создавать в любой религии. Но я не религиозен. Я ни во что не верю. Не смотрите на меня в поисках образов. Я прошу вас быть искренним к своей любви. К более великой любви, чем какой бы ни был объект, который, как вам кажется, вы любите, включая своих детей. Это источник любви к вашим детям. Это источник любви к вашему парню, который вы любите. Вы должны любить источник прежде всего, а потом уже объект. В противном случае вы познаете воли, расстройство, разочарование, крушение надежд. Когда вы любите источник любви, прежде всего, как ее посвящен донести до вас, как это делать в первый момент, все проблемы исчезают. Ваша жизнь становится гармоничной, не только в одном из своих аспектов, но во всех. Потому что вы сонастраиваетесь к гармонии источника всего. практикуйте это так часто, насколько это возможно, потому что, в конце концов, посредством практики это станет осознательным, а затем и бессознательным, но обладающим высочайшей мудростью, постоянным состоянием бытия. Продолжение следует...